Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Марина Вахрушева. Сегодня для вас мы подготовили очередную подборку новостей из мира студенческого и мирового спорта за прошедшую неделю. Не переключайтесь, будет много нового и интересного. 31 марта стелли соревнования по армрестлингу в рамках спортакиада студентов и аспирантов КФУ. Несмотря на то, что армрестлинг не является олимпийским видом спорта, борьба на руках обладает большой популярностью не только среди юношей, но и среди представительниц прекрасного пола. Но о том, как проходил турнир и кому удалось одержать победу в своей весовой категории, узнавала Ирина Королева. Соревнования по армрестлингу в рамках спортакиада среди студентов и аспирантов КФУ прошли 31 марта в спортивном комплексе «Москва». В каждой весовой категории было очень много участников, как юношей, так и девушек. Не меньше было и болельщиков. Слова поддержки и советы «как лучше сделать» звучали, не прекращаясь. Что касается позиций участников за армстолом, то их многообразие сразу бросалось в глаза. Некоторые позиции, ну, кто-то упирается в стол в противоположную сторону, кто-то закручивается ногой, кто-то просто может висеть на этом столе на самом деле. У каждого своя техника, кому как удобно, так и борются. Многие поединки проходили легко и быстро, и было видно, что один из соперников обладает явным преимуществом. А вот некоторым приходилось очень даже попотеть. Все эмоции были налицо, мышцы напряжены до предела, а победа в буквальном смысле переходила из рук в руки. Вырвать свою победу в весовой категории до 50 килограмм удалось Милюше Мусиной. Начала заниматься, когда училась в школе, увлекалась. Когда в КФУ поступила, начала уже тренироваться в сборной КФУ. В этом году выиграла чемпионат Татарстана, первое. Чемпионат Привозка федерального округа. Вузы Татарстана выиграла. И на Россию. Чемпионат России съездила, тоже успешно, вот первая десятка. Далеко не всегда поединки проходили гладко, и победитель определялся после первого столкновения. Часто приходилось использовать специальный фиксирующий ремень, потому что случались срывы. У кого-то случайно, а кто-то в срыв уходил намеренно в силу своего удобства. Они фиксируют руку, и получается, мы не можем срываться. И в любом случае кто-то из нас выигрывает. Некоторые люди специально ходят в срыв, потому что некоторым людям удобнее бороться в таком случае. Ирина Королева, Марина Вахрушева, Неделя спорта. Вот уже в третий раз в столице Татарстана состоялся этап мировой серии по прыжкам в воду. 75 спортсменов из 13 стран мира на протяжении трех дней боролись за победу в различных дисциплинах. Истоитов проведение данного мероприятия Россия приняла у Китая, где недавно завершились первые и вторые этапы. Но обо всех подробностях смотри в репортаже нашего корреспондента Дениса Давыдова. Минувший уикенд Казань принимала третий этап мировой серии «Фина». Начиная с 2015 года в столицу Татарстана ежегодно съезжаются лучшие прыгуны в воду. В этот раз 75 спортсменов из 13 разных стран боролись за звание лучшего. Первыми победителями соревнований в синхронных прыжках с 10-метровой вышки стали спортсменки из Китая – Жень Сянь и Сиядзы. С «Реберо» взяли Меган Бенфеито и Келли Маккей из Канады. А россиянки Юлия Тимошинина и Валерия Белова порадовали местных болельщиков бронзовыми медалями. Среди мужчин в этой же дисциплине лучшими также оказались китайцы – Чинь Айсень и Ян Хао. «Серебро» у немцев – Патрека Хауздинга и Саши Кляйна. «Бронза» у представителей Великобритании – Томаса Дейли и Дэниеля Гудфи Лоу. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина спортсмены и спортсменки из Китая снова не оставили и шанса своим конкурентам. Зато бронзовые медали завоевали Илья Захаров и Евгений Кузнецов, а Кристина Ильиних и Надежда Бажина принесли «Серебро» нашей сборной. Во второй день соревнований китайцы также взяли все золотые медали. Россиянин Илья Захаров стал третьим на трехметровом трамплине. Юлия Тимошинина и Виктор Минибаев стали вторыми в миксе на 10-метровой вышке. А в заключительный день соревнований россияне, к сожалению, остались без медалей, а китайцы снова заняли весь педестал. Стоит отметить, что многие спортсмены остались очень довольны бассейном Казани, а президент Финна доктор Хулио Маглеоне подчеркнул, что был рад вернуться в Татарстан. Денис Давыдов, Неделя спорта. 28 марта в городе Илабыков состоялось выездное заседание коллегии Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан на тему развития студенческого спорта в Республике Татарстан. В повестке дня обсуждались вопросы текущего состояния отрасли в республике, а также предложения по ее улучшению. Подробности далее в сюжете. Студенческий спорт в Татарстане явление обсуждаемое постоянно. Перспективы развития на самое ближайшее время обсудили 28 марта в Илабыке на выездном заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан. На повестке дня стояли вопросы текущего состояния студенческой спортивной жизни Республики, а также ряд мероприятий, необходимых для дальнейшей популяризации спорта среди молодежи. Помимо этого были затронуты вопросы об открытии спортивных клубов в образовательных учреждениях и необходимости регулярного освещения в средствах массовой информации студенческих соревнований. Традиционно первым с докладом выступил министр по делам молодежи и спорта Республики Владимир Леонов, подчеркнувший, что именно студенческий спорт является кузнецей кадров профессиональных атлетов. Ментор Стану Галевича Минниканова поддержана программа, она лонгируется ежегодно, строится спортивных площадок по всей Республике. Общее количество на сегодняшний день составляет целых 671 площадка в районах и с этого года мы также трансформировали эту программу, мы начинаем строительство модульных лыжных бас. Также он отметил, что несмотря на активное строительство спортивных объектов, к сожалению, имеются комплексы, требующие капитального ремонта, как на территории Казани, так и в городах Республики. Отметил министр и активное участие в популяризации студенческого спорта высших учебных заведений. По статистическим данным, приведенным Леоновым, в лидерах по данному показателю стоят Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма, а также Казанский федеральный университет и Кнетукаи имени Туполева. Также в рамках заседания коллеги со своими докладами выступили заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Лариса Сулима, директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию систем физкультурно-спортивного воспитания Казанского федерального университета Юлия Виноградова, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта КГСУ Владимир Калманович, директор спортивного клуба Кнетукаи имени Туполева Владислав Максимов, Александр Фирсов, Александр Дегтярев, Неделя спорта. Отправляемся вновь на просторы интернета и узнаем, чем же на этот раз нас удивят знаменитые спортсмены. Обзор социальных сетей от Артура Мухина прямо сейчас. Всем привет, меня зовут Артур и это очередной выпуск рубрики «Обзор социальных сетей спортсменов». Что творится в НБА, почему Александр Овечкин начал забивать и что не так с бюстом Криштиану Роналду? Об этом и многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Поехали! Думаю, мало кто из вас сомневается в крутости Криштиану Роналду, а на родине футболиста его давно уже считают живой легендой. На прошлой неделе на острове Мадейра, откуда родом португальц, в честь него переименовали местный аэропорт и установили бронзовый бюст с его изображением. Но что-то пошло не так. Автором шедевра стал бывший уборщик аэропорта, который, судя по всему, является тайным поклонником Лионеля Месси. По крайней мере, теперь футболиста смело можно называть великим и ужасным. Разумеется, интернет тут же начал пестреть шутками по этому поводу и, кажется, не было людей, которые бы не посмеялись над Кришем. А как он радовался, когда летел на это торжественное мероприятие. Он ведь явно не подозревал, какой сюрприз ему приготовили дома. Российский хоккеист Александр Овечкин на этой неделе тоже развлекался как мог. Для начала Ович сделал свой первый хит-трик в 2017 году и стал первой звездой игрового дня НХЛ. Еще через пару дней россиян представил набор смайликов и моди собственным изображением. Но венчало все это дело его эпичное появление в эфире клубного телеканала. Нет, но вы только взгляните на это по-детски счастливое лицо нашего хоккеиста. Люблю играть в хоккей, есть пиццу и быть в кадре. Саша, 31 годик. Похожий эпизод на неделе случился в футбольном Ювентусе, где есть свой весельчак Даниэль Алвес. Хочется пошутить, что на футбольном поле защитник также подбирается к нападающим соперникам и отбирает у них мячи. Но слишком жалко репортера, который такими темпами скоро посидеет окончательно. Это еще ладно. Больше всего над клубными журналистами издеваются в Челси. Вот им точно не позавидуешь. Привет, и приветствуем в большом матче. Вместе с Челси в Грэйсс. Угадайте, где на прошлой неделе опять развлекались больше других? Все правильно. Речь об НБА, где вновь Данки забивали все, кому не лень. Маскот Бостон Селтик, с которым условно наконец позволили снять костюм. И, конечно, случайные болельщики с трибун, которые не только красиво забивают, но и эффектно празднуют. Шахил Анил тоже в свое время забивал и даже ломал кольца своим весом, а теперь работает на американском телевидении и делает шоу там. Вот, например, его реакция на то, что Леброн Джеймс сместил его седьмого места по общей результативности в истории НБА. Один из лучших гонщиков нашего времени, Льюис Хэмилтон, объявил о завершении своей карьеры и уходе из Формулы-1. Но давайте я уточню. Сделал он это в своем инстаграме, да еще и 1 апреля, сразу сказав фанатам, что это шутка. Смешно же, разве нет? В тот же день отличился и официальный твиттер сочинского автодрома, который в этом месяце примет этап Гран-при гонки. Надеемся, Хэмилтон не забудет свой любимый инструмент, и мы сможем устроить вечеринку на Гран-при России. Пишут они и прикладывают фото гонщиков шапки-ушанки, играющего на гармошке. Ааа, у них там в Формуле-1 с юмором вообще беда, да? Зато вот по экстремальности гонки всегда занимали лидирующие позиции среди прочих видов спорта. Вот, например, на проходящем в Испании супербайке один из участников был так сильно настроен на победу, что под ним загорелся мотоцикл. Причем Хаби Форрес вообще, кажется, был готов проехать так еще пару кругов, но здравый смысл все же возобладал. Ну и напоследок новость, которая непременно поднимет ваше настроение. Помните, какие чудеса вытворяла летом сборная Исландии? Так вот, 27 марта исполнилось ровно 9 месяцев победному матчу этих ребят против Англии на чемпионате Европы. И знаете что? В стране зафиксирован резкий демографический взрыв за шкаливающим числом рождаемости. Вот что значит футбол дарит людям любовь. Ну а вам предлагаем еще раз насладиться знаменитым исландским перформансом. На уме на этом на сегодня все. Не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на наши социальные сети. Вот Инстаграм нашей программы, а вот мой личный. С вами был Артур. До скорого! И на этом у нас все. Увидимся с вами на следующей неделе. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова